Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Этот человек был патриот своего города Он любил свой город, воспевал людей, живущих в нем И сам постоянно гордился тем, что он израильский Он любил свой город, воспевал людей, живущих в нем И сам постоянно гордился тем, что он израильский Он любил свой город, воспевал людей, живущих в нем И сам постоянно гордился тем, что он израильский Он любил свой город, воспевал людей, живущих в нем И сам постоянно гордился тем, что он израильский Он любил свой город, воспевал людей, живущих в нем И сам постоянно гордился тем, что он израильский Оставаться на ногах, все тянет назад, ведь из рыбы стояк, в гостях не могу. Оставаться на ногах, все тянет назад, ведь из рыбы стояк, когда в разговоре по путь числа чайны, откуда гроза, дочь просит меня. Я с ним поделюсь своей гордой тайной, отвечу не громко, из рыбы стояк. Я с ним поделюсь своей гордой тайной, отвечу не громко, из рыбы стояк. Мы живем на этой земле для того, чтобы учиться в жизни. И поэтому каждый человек, который встречается на улице, он является нашим учителем. Одни учат страдать, другие учат смирение, третий учит любви к жизни, любви к творчеству, к неувидаемому творчеству, не ради славы и наград. Вот таким учителем был Николай Михайлович. Был и остается среди нас. Поэтому его творчество, творческое наследие, оно живо сегодня. И создана рубрика в серии «Говорящая книга для инвалидов по зрению». И автором которой была сподвижница по творческой деятельности Зоя Михайловна Крылова. Поэтесс Зоя Михайловна Крылова. Она вы видите, да, еще один раз. Интерес к песне у Николая Георгиевича пройдется и в подрастающем поколении, его уже поют дети, дети в школах. И уже создаются проекты, экспозиции песенного творчества нашего земляка, композитора. Слово педагогу общепозавательной школы Шевелевой Татьяны Васильевны. Здравствуйте. Имя Николая Георгиевича Пагамолова на протяжении нескольких десятилетий связано с культурной жизнью города Рыбинска. С моей ученицей Рыбой Молотовой мы в течение нескольких месяцев занимались исследовательской деятельностью этой области. Мы узнали, что Николай Георгиевич родился в 12 декабря 1929 года в городе Рыбинске. Творчеством начали угрыгаться со школьных лет, занимался в детском горе ДК «Авиатор». В духовом оркестре научился играть на грубе, а бочил в русской поэмистах. Мы сейчас видим один из первых поянов Николая Георгиевича. В 1948 году поступил в Ленинградский институт железнодорожного транспорта, где продолжал участвовать в концертах художественной самодеятельности. Самая первая песня из Рыбинска «Я», прозвучавшая от лучания на стихе Александра Марсона, дала старт творчеству новая Георгиевича. Ее поправо можно считать действительно карточкой всех его программ. Ветеран труда Матуростроительного объединения, нынешний Павел Сатурн, свою работу над песней начал в 1977 году. Ему тогда было 47 лет. Через газету «Рыбинские известия», редактором которой тогда был Евгений Куприянов, литературная страничка ежемесячно публиковала стихи мест Павла. Так, вместо этого маршрута Баламола выходит на личное знакомство с поэтами. Самый активный период его творчества пришелся на годы существования музыкально-литературного коллектива «Лига». В него входили два поэта – Зоя Рыбинова и Алексей Сильский, солистка Юлия Легтьева, концерт-местер Александр Синтиков и, конечно, сам Николай Георгиевич. С моими стихами Николай Георгиевич познакомился на страницах «Рыбинские известия». Там-то, в редакции, он не узнал мой кармашний адрес. Звонок в квартиру. Дверь открыл мой муж. Из комнаты я слышу. Скажите, пожалуйста, а здесь живет Пантесса? Это меня несколько смутило. И так меня еще никто не вызывал. Незнакомец прошел в комнату. Открыл свой ипомаг. Достает тетрадный лист бумаги и протягивает мне. «Узнаете?» – спрашивает Сунтика. Это был текст моего стихотворения, который я написала в юбилею Битковиджа. Попробую я Марчева Александра, преподавателем музыкальной школы имени Чайковского. Он-то и передал мой стих Николаю Георгиевичу как композитам. «Хотите послушать нашу первую песню?» – продолжает Богомола. «Когда приходите в авиатор». С Николаем Георгиевичем работалось очень легко. Он написал на мои стихи порядка сорока песен. «Когда, послушая это по телефону текст моего стихотворения, никогда не забывал поблагодарить Николаю Георгиевичу. Там вам спасибо, отвечаю я. Это вы сделали мои стихи крылатыми. О нет, возразил Николай Георгиевич, если бы не было ваших стихов, не было бы и моих песен. В моей практической судьбе позже появилось много композиторов в разных уголках России и за пределами его. И сейчас уже песни, написанные на мои стихи, исчисляются не десятками, а сотнями. Но Николай Георгиевич для меня останется композитором номер один во всех смыслах этого слова, полном его понимании. Потому что именно он отрыл меня, как ПТС-песенец. Я благодарна им за это и за наш многолетний творческий год. Спасибо. Песни Николая Георгиевича Любима, Любимы, не зря у них так много исполнителей. Это «Хоролей коллектив Бутного комплекса Авиата», «Хорс Левчанка», «Руководитель Канда Куликова», «Всесоюзное общество инвалидов-оптимистов», «Руководитель Ольтерида Рязанцева», «Хор «Сгонкие голоса», «Хор Соколята», «Хор Алые паруса», «Оркестр народных инструментов» под управлением «Адумфа Константиновича Павловна», «Ансамбль «Экспром», «Бократы ансамбля предколледжа» и другие. Доносили в этих песнях известные солисты Михаил Иванов, Наталья Шевцова, Олег Ебадурин, Анна Дуриев-Куста, Владимир Валилов, Валентина Моноженова, Валентина Мочурина и Дюйвы. Там, где Волга течет, где речала, Где была на Руси слава дар, Город Рыбинский стал нам плечалом, Малой Родиной стал навсегда. Город Рыбинский стал нам плечалом, Малой Родиной стал навсегда. Город так водно, Часто нам снится, Выпало счастье нам с ним, Породница, Город на долгой, Вместе как краше, Крым и свинилая Родина наша, Ты великой бою краше, Теплоходы скользят по волнам, Крым и свинилая Родина стал навсегда. Крым и свинилая Родина стал навсегда. Выпало счастье нам с ним, Породница, Город на долгой, Вместе как краше, Крым и свинилая Родина наша, ПОЕТ НА ИНОСТРАННОЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ О как добром, о ласковом друге, Эту песню поем о тебе. О как добром, о ласковом друге, Эту песню поем о тебе. О как добром, о ласковом друге, Эту песню поем о тебе. О как добром, о ласковом друге, Эту песню поем о тебе. О как добром, о ласковом друге, Эту песню поем о тебе. Сыра наша! Их пели все те наши исполнители. И одна из них Валентина Блаженова. Песня сердца звучит в тишине, О Малокской родной стороне, Где под ветром шумели дуравы, И росли на лугах чудо-травы. Баранишинский луг, Баранишинский луг, Там и радости, встреч, и печали, и разлук. Баранишинский луг, Баранишинский луг, Там и радости, встреч, и печали, и разлук. Ах, было бы лишь память и злей, Нету боги в церкви и деревень, Лишь годами осталась тревога, Был и неб, и город, и молода. Баранишинский луг, Баранишинский луг, Там и радости, встреч, и печали, и разлук. Баранишинский луг, Баранишинский луг, Там и радости, встреч, и печали, и разлук. Мы землячество наше храним, О молоде, о прошлом грустим, И всегда повстречаться мы рады. Баранишинский луг, Баранишинский луг, Там и радости, встреч, и печали, и разлук. Баранишинский луг, Баранишинский луг, Там и радости, встреч, и печали, и разлук. Тема молодой с болью отсылается от сердца молода. При одном слове только молока, я как и сейчас вижу, как у людей, у тех, кто пережил это, у них как-то влажными становятся глаза. И когда звучит песня, ностальическая песня об небо к молоку, нельзя ее слушать без внутреннего трепета. Вот сейчас перед вами хор ветеранов общества инвалидов, оптимист, исполнил это великолепное дело. Солист, почетный молоджанин Николай Михайлович Новотельнов. Вот эту песню, которую мы сейчас поем в Малоге, вы знаете почти все, поэтому вы подпеваете. И ее несколько раз Николай Михайлович как-нибудь переделывал. Эту песню пел после Чанга, я не знаю, по-моему, вы россияне пели или нет, но к нам-то он приходил прямо в нашу комнатку скромную, начинала в 36, чтобы что-нибудь немножечко хотело. Сначала, поэтому у нас между руководителями было немножко такое, а вы вот не так поете, когда-то вы не так. А как раз мы поем так, потому что он приходил и нам говорил. Значит, сначала мы не повторяли публики, а потом говорит, давайте повторять надо. Поэтому, пожалуйста, пойте с нами, как учил Николай Михайлович. Ну, запевает Николай Михайлович Новотельнов, которого вы все знаете и по фильму, и по жизни. А еще просто хочется похвалиться, что мы так рады, что среди нас есть такой человек, как Новотельнов Николай Михайлович. Если Николай Георгиевич с 1929 года рождения, Николай Михайлович с 1925 года рождения. Он достоин для того, чтобы на него равняться, и поэтому мы стараемся мало ныть, потому что среди нас такой вот 88-летний Николай Михайлович. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Наша песня заразнула четвертое место. Мы как-то там не вспомнили. Вот эту лучшую песню, 15 песен, запись на диске нам учили. И очень приятно. Дело в том, что поэт Гусев, Гусев, вот их песня первого места пощупили. Когда мы вышли из этого зала, я нашла, я говорю, Алеша, ведь вам не отдали первое место, только потому, что вы Рыбинские, не Алошовские. На 7-м месте вы его отданы, я упал. Я говорю, никак не уплевал. Когда даже книга вышла, песня я нашла где-то. И вот просто у меня такая сцепла память о нем, о Николая Георгиевича. И вот сейчас послушайте песню на «Десказырка». Он много мне написал на «Десказырке» песен, и я ему до этого оба дали. Ну, на все. А теперь самое время послушать песню на стихи Алексея Исицкого, композитор Будоволов «Бесказырка» поет Михаил Иванов. ПЕСНЯ Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали 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 Симон.